Отмечено. Остановить запись. Всем привет. Меня зовут Петр Иванович. В этом видео я покажу вам, как незрячий пользователь может работать с сайтом enerit.by. Английский язык. Сейчас я нахожусь на главной странице, и давайте я пойду по меню и зайду в раздел «Тексты для чтения». Навигация, ориентир, список из 15 элементов, алфавит, посещенные согласные буквы, посещенная ссылка. Я передвигаюсь по порядку, по пунктам. Согласные буквы, посещенная ссылка. Можно вернуться назад в любой момент. Посещенная ссылка. Посещенная ссылка, гласные буквы. Согласные буквы, посещенная ссылка. Вот «Тексты для чтения». Открылась страница. Здесь я выберу «Сказки». То есть вот я точно так же здесь хожу по всем ссылкам. Я вернулся назад в любой момент, если я, допустим, решил, что я пропустил ссылку. Здесь выбираем любую сказку. Например, это будет «Теремок». Вот она загрузилась. Нажимаю кнопку «Воспроизвести». Ставлю на паузу. Снимаю на паузу. Ниже находится ползнок, с помощью которого я могу осуществлять перемотку, как и в любом другом стандартном плеере, который вы обычно привыкли использовать на сайтах. Я вернулся на шаг назад на страницу со сказками. И давайте для эксперимента я выберу любую другую сказку. Вот, например, «Красную шапочку». Я перехожу сразу к заголовку для того, чтобы быстрее найти. Вот кнопка «Смотреть», нажимаю. Так, я сейчас нажал стрелку вниз для того, чтобы найти кнопку паузы, потому что курсор стоял на шкале времени. Я снимаю с паузы. Ставлю на паузу. То есть вот таким образом осуществляется взаимодействие без зрительного контроля с сайтом nread.by. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok